Ну а мы будем разговаривать про Владимира Мулявина. К сожалению, знаменитого белорусского песняра нет с нами уже больше 10 лет, однако есть его коллеги, есть его друзья, поклонники, благодаря которым имя и творчество легендарного артиста всегда будет живо. Ну и сегодня в студии хорошего настроения у нас гость, главный редактор издательства «Мостатская литература», один из авторов книги Владимир Мулявин «Серцем и думами» Виктор Шнипп. Доброе утро, Виктор. Доброе утро, доброе утро. Рады, что вы заглянули. Такой повод потрясающий. Дело у вас прекрасное, которым вы сейчас занимаетесь. Виктор, ну и первый вопрос, конечно же, про вот это творение, про книгу «Владимир Мулявин «Серцем и думами». Собственно, название говорящие, но все же, что обычный читатель сможет почерпнуть из нее? Книга уникальна тем, что тут ничего выдуманного нема. Про Мулявина рассказывают, его сябры, свояки. Ну, у всех, кто его добро ведал. Есть такая думка, что Мулявин не умел нотную грамоту писать. А в этой книжце надрукованы ноты, его рукой. Человек-то ленавитый во всем был. Ну, а было ли что-то, когда вы составляли книгу или вообще думали над созданием этой книги? Какой-то факт из жизни, из биографии, который удивил? Да, это так само, про себя могу сказать. Ось, одразу вспомнился, коли над этой мы книгой працавали. Великая подзяка автору, складальнику этой книги Людмиле Крушинской. Я вспомнил, что, коли я учился у Минским архитектурно-будовничьим технікуме, до нас приходил Леонид Барткевич. Мне было 2016 годов, а я уже писал верши, и все про это ведали. И до меня это, и он приходил, и говорил, некие родки там нечто поправить. После меня была мара нечто написать. Али, ведается, все-таки Мулявин, и я розница во взросле, я для его, как сын, ну, кроме, ведается, кажная творчая особа, она ци стиплая, ци не стиплая. Но я был крыху стиплый, тому не лез, чекал свои черги. Мне выпала ось такая роля, доля увекавечивать его память, працуючую выдавецтой Мастаццкая литература, рыхтуючую эту книжку с сердцем и думами. Первое выдание было одразу после смерти, на жаль, в 2004 годе. Книга называлась «Нота судьбы», и пройшло, бачите, 11 годов, и шмат изменился в сенсе того, что по-другому начали глядеть на Мулявина. И не только ты, кто его ведал, а ты, кто его не ведал, песни, саправды, стали народными, и память его увековечена, не только у названия бульвара, музея, паслявось, гэта книга, но гэтай книжцы больше 700 здымков. Гэта фото-летопис. Ну, а в чем, по-вашему, секрет вот такой настоящей, действительно настоящей народной любви к Владимиру Мулявину? И он душа народа, и он выконывал те песни, які народные, які спевалися стагодзями, які написаны народом. И, ведается, он был, як сказать, люстырком, люстырком, у яким люди бачили свою мару, свою Беларусь. Слухалися песни Мулявина, часам мурашки бегли по спине. И до сих пор бегают? Так, 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 это застаец, гэта ведается, это рэд, как калёц, бувая, слухаешь по телевизору, и хорошая песня, хорошая выканауца, а вот нечая не хапая. А в Мулявина все это было. Хачу пачитаць балладу, присвеченную памяти у Владимира Мулявина. Чужое становится родным, и песня спокойно плыве, небыто парэшцы палотны, небыто буслы в синяве праздуши людские и сердцы, празд ветер, снеги и гады, и немэнской хвалей убьется у берах, дзе у кветя сады. Жвым будзе слово живое, яно, як небесы, вода, люструя светло незямное, якое не усім тут видать. У тым, что в огне не сгорая, не губится в пыле годов, а верить у сих прымушая. У тое, что наша любовь, як замка, высокие вежи, як зоры, як солнце, як храм, и раптом дорога, як снежань, и раптом жить все напалам, небыто гитара, разбита, и струны порваны, и кровь, як солнце расплавлены злиток, як наша до песни любовь. Спасибо большое, Виктор. Мы уверены, что вашу работу, ваш труд достойно оценят и будут благодарны вам многие-многие поколения. Ведается, коли б не было самого Мулявина, не было его сябров, які его памятуюсь, любят, не было бы этой книги. Спасибо, Виктор. Я напомню нашим собеседникам. Сегодня был главный редактор издательства «Мастацкая литература» и один из соавторов книги у Владимира Мулявин «Серцем и думами» Виктор Шнип. А мы провожаем нашего гостя. И с вами, дорогие друзья, смотрим новости 24 часа. Потом к нам в студию. Возвращайтесь. Продолжение следует...